Никита, на связи. Я напоминаю, что в нашем блоге мы делаем обзор на затвейф-устройства. И сегодня у нас на рассмотрении вот такая замечательная панелька Fibara Swipe. Что же это такое? Эта панель управляется с помощью жестов, то есть мы по ней проводим рукой вверх-вниз, вправо-влево, как угодно, и она выполняет какие-то определенные действия. Ее главная особенность — это имкостная панель, которая отлавливает движения различных массивных объектов. Давайте рассмотрим ее поподробнее. Так, что же у нас в коробке? Тут у нас защитная пенопластовая штука, а дальше идет сам девайс. Плюс под ним мануал и зарядка с креплением. Теперь разберем само устройство и посмотрим, из чего же оно состоит. Сперва отмечу, что можно менять фотографию в рамке, что мы и сделаем, но чуть-чуть попозже. Дальше идет имкостный датчик. Он-то и обрабатывает срабатывание вверх-вниз, вправо-влево, ну и, соответственно, круговые вжухи. Его можно снять, сдвинув по стрелкам. Внутри у нас корпус, где находятся батарейки и крепления для основного датчика. С обратной стороны — USB-вход для постоянного питания. Теперь давайте включим устройство в сеть. По мануалу делать не будем, там очень сложная и неправильная схема. Давайте настроим это устройство на управление жалюзи. Подключим наш датчик к постоянному питанию не через корпус, а напрямую. После этого включим контроллер режим включения в сеть и нажмем вот эту маленькую кнопку три раза. И не нужно будет вжухать туда-сюда, не понимая, как это работает. И кто дурак? Ты или устройство? Можно настроить любой сценарий. К примеру, включить музыку, или закрыть шторы, или включить подсветку. И все это одним маленьким вжухом. Мы даже не будем касаться экрана. Открываем настройки устройства и вставляем жалюзи в свайпе на вжух вверх. И делаем вторую сцену на вжух вниз. Вот и вся настройка. Она оказалась довольно-таки простой. Теперь давайте этим устройством попользуемся. Нужно только будет немножко к нему приловчиться. Теперь, когда мы вжухаем вверх и вниз, у нас, соответственно, открываются и закрываются жалюзи. Девайс можно встроить в стену или разместить под столом. Но не нужно делать большой слой между сенсором и рукой. Датчик просто не среагирует. Но сработка через небольшие препятствия все же будет. Гасите свет и включайте телевизор одновременно. Или же делайте себе уютное место около торшера с печеньками и кофе. На ваш выбор все, что угодно. На сегодня все. Спасибо большое за внимание. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok